Доброго времени суток! К вашему вниманию представляем робот-пациента Надежда с младенцем Илюшенькой. Система представляет собой комплекс роботов-симуляторов, состоящий из анатомически реалистичных роженицы и плода, а также новорожденного младенца. Позволяет отрабатывать весь комплекс мероприятий по родовспоможению, необходимый до, в течение и после родов, как для нормальных, так и для патологических вариантов родов. Используется для обучения в акушерстве, неонатологии, педиатрии, интенсивной терапии и сестринском уходе в родильном отделении и в отделении неонатологии. Кроме акушерских и гинекологических умений, система позволяет отрабатывать весь процесс оказания, первой и неотложной помощи, процессы базового и родового сестринского ухода. Базовые и расширенные мероприятия по поддержанию жизнедеятельности матери и младенца, а также реанимационные мероприятия в педиатрии. Особенности программы и манекена роженицы. Симулятор мультипараметрического монитора. Симулятор фитального монитора. Механизм движения плода по родовым путям. Дефибрилляция. Кардиостимуляция. Искусственная вентиляция и компрессия грудной клетки. Создание клинических состояний. Формирование и сохранение сценариев. Сравнительный анализ зрачков. Билатеральный пульс на сонной артерии. Интубация трахеи. Инъекции в дельтовидную мышцу плеча. Инъекции в латеральную мышцу бедра и внутривенные инъекции. Особенности программы и манекена навожденного. Симулятор мультипараметрического монитора. Дефибрилляция. Кардиостимуляция. Цианоз. Создание клинических состояний. Формирование и сохранение сценариев. Искусственная вентиляция и компрессии грудной клетки. Внутривенные инъекции. Катетеризация пупочной вены. Пульсация бедренной артерии с помощью груши. И последнее, интубация трахеи. Данный робот-пациент находится в кабинете гинекологии Центра практических навыков. Для включения системы сначала включаем компьютер. Для этого нужно подключить шнур к сети питания и нажать на кнопку включения. Затем необходимо включить тумблер питания робота. После того, как компьютер полностью включится, два раза кликаем на ярлык программы, который находится на рабочем столе. Откроется программа. Выбираем нужный нам сценарий, роженицы или новорожденный. Сейчас выберем для примера сценарий роженицы. Из списка ранее сохраненных файлов выбираем нужное. Нажимаем на кнопку импорт. Из разделов, которые находятся на верхней части формы, выбираем раздел роды. Проставляем время родов на 20 минут, а скорость проставляем примерно на 30. Нажимаем на кнопку запуска справа. Начнется процесс родов. Откроем分ку. Процесс выполнен. Давайте теперь перейдем к новорожденному. После того, как весь процесс, как и с роботом-пациентом-роженницей, то есть после полного запуска компьютера, открываем также программу. Выбираем сценарий для новорожденного. Из списка ранее сохраненных файлов выбираем нужное. Нажимаем на кнопку «Импорт». Из разделов, которые находятся на верхней части формы, выбираем для примера раздел «Цианоз». На данной форме есть три степени симптома. Давайте выберем умеренный цианоз и смотрим, какие изменения произойдут. Для имитации умеренного цианоза загораются светодиоды в области рта. А при выборе тяжелого цианоза, как видим, загораются светодиоды в области рта, на руках и на ногах. На этом заканчивается наш с вами видео-урок по использованию данного робота-пациента-роженницы с младенцем. С вами был Центр практических навыков. Спасибо вам за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok